Конечно же, на первом этапе создания и внедрения технологии цифровых теней, с последующим переходом на цифровые двойники, это наше единственное условие оставаться на рынке, оставаться конкурентоспособным в условиях изменяющейся действительности и вызовов, которые идут к нам со стороны наших европейских коллег. Для нас данные технологии – это реалия, которой мы обязаны, и если не мы, то кто? Потому что Госкорпорация «Роскосмос» объединяет в себе одни из самых высокотехнологичных представителей промышленности. Мы вынуждены работать на гребне волны всех технологий, то есть то, что для многих является непонятным, то для нас является необходимо востребованным. Потому что в том числе в условиях, как я уже говорил, вызовов со стороны международного сообщества мы должны быть в ряде лидеров мировой экономики. Мы должны представлять конкурентоспособную продукцию с учетом импортного опыта, импортного программного обеспечения, но в условиях необходимости обеспечения импортозамещения. Потому что если мы не попали в санкционные списки, то в прошлом месяце уже первая ласточка прилетела, у нас первый запрет на поставку импортного ПО пришел. Поэтому для нас это становится крайне актуальной и насущной задачей, и мы этим планируем активно заниматься. При разработке стратегических целей в области информационных технологий в качестве индикатора состояния IT-ландшафта предприятий и отрасли, мы использовали уже признанный индекс зрелости индустрии 4.0. Для нас это наиболее понятная и прозрачная шкала оценки, потому что оценить разнонаправленные предприятия отрасли и отрасли в целом по количеству компьютеров или применяемых информационных систем довольно-таки сложно. А индикаторы, предлагаемые индустрии 4.0, для всех стали более чем понятны, и в отрасли уже мы начинаем говорить на языке и понятиях, применяемых в данном, соответственно, схеме. Целью внедрения модели индустрии 4.0 для нас является постоянно развивающаяся гибкая компания «Роскосмос», которая адаптируется к вызовам как внутри, так и извне. Мы должны постоянно заниматься самокоррекцией, мы должны выпускать продукцию, исходя из тех потребностей, которые диктует нам как российский заказчик в лице, в том числе Минобороны, так и внешний потребитель наших услуг. Поэтому здесь мы должны быть в числе лидеров мировой цифровой экономики, и мы перед собой такую цель и задачу ставим. Стратегия развития информационных технологий госкорпорации «Роскосмос» направлена в первую очередь на решение внутренних наших задач. Мы должны обеспечить выстраивание оптимальных бизнес-процессов, мы должны обеспечить цифровизацию, интеграцию всех современных решений на предприятиях нашей отрасли, тем самым мы должны обеспечить рост конкурентоспособности всей ракетно-космической отрасли Российской Федерации. Само по себе развитие информационных технологий не является для нас самоцелью, а мы строим фундамент цифрового «Роскосмоса». На слайде мы выделили ключевые направления работ, над которыми мы планируем думать и заниматься. Для всех они в принципе типичны, для госкорпораций и Росатома, и Ростех, все за исключением левого кубика. Левый верхний кубик – это наш эксклюзив, космические данные, это то, что есть только у нас. И здесь, кроме нас, никто не сумеет помочь нам в этом развитии. Поэтому, если в оставшихся семи мы будем в синергии развиваться с другими лидирующими компаниями Российской Федерации с учетом мирового опыта, то левый верхний кубик мы планируем развивать уже исходя из того, что мы накопили здесь колоссальнейший опыт. И космические данные – это эксклюзив Роскосмоса, потому что за многие годы со времен начала освоения космоса Роскосмос накопил уже озера данных, неструктурированной информации, с которой необходимо в современном мире уже учиться работать. Нам экономика и руководство госкорпораций, в том числе руководство страны, ставят перед нами крайне амбициозные цели, в том числе в рамках коммерциализации космических данных. Частным примером для тех, кто еще не посвящен, чем может быть полезны космические данные, это наши данные дистанционного зондирования Земли, на основании которых мы уже сейчас пилотно показали руководителям субъектов, как можно повысить собираемость налогов путем выявления незаконных строений, как можно бороться с незаконными карьерами, с руками лесов и так далее. И здесь мы активно развиваемся, в том числе и с бизнес-сообществом, и с коллегами из других госкорпораций, переходим и внедряем сервисную парадигму, потому что сами по себе сырые данные, с которыми мы по своей специфике уже умеем работать, никому не нужны, нужна информация, нужен сгусток информационный конкретному заказчику. Здесь мы работаем именно по сервисной модели предоставления информации. В рамках программных направлений развития информационных технологий, которые представлены на слайде, мы планируем создавать ряд новых продуктов у себя внутри. Это, как мы видим, и создание цифровых двойников, и изделий, и производство, что, в частности, для нас крайне важно и востребовано. Не буду останавливаться на всем, но создание системы конструкторов технологической разработки изделий с полноценным использованием применения 3D-моделирования, создание отраслевой, по сути, ERP-системы по управлению производством производственными мощностями для нас крайне востребованная и актуальная задача. Вместе с тем, как я уже говорил ранее, система цифрового управления требованиями и полноценная работа с исполнительской документацией, с записями на протяжении всего жизненного цикла в цифровом виде для нас крайне важна. И, я думаю, все СМИ читаете. В условиях периодических вызовов, которые ставят нам и отказы, и то, что у нас, как я уже говорил ранее, аппараты находятся на орбите Земли, их не пощупаешь, не потрогаешь, мы должны собирать ту самую библиотеку, мы должны и собираемся делать полноценные цифровые двойники наших изделий. И руководство госкорпорации «Роскосмос» уже сейчас поставило перед нами задачи. При новых проектах, это и создание цифрового космодрома «Восточный», и сверхтяжелый комплекс, и «Союз-5» мы планируем уже изготавливать с учетом последних современных технологий в области цифровизации. Вместе с тем, хочу обратить внимание, что здесь мы не одни, мы планируем все это делать в синергии плотной кооперации с ведущими и институтами, и предприятиями, и госкорпорациями. Отдельно хотел остановиться на том, что руководство госкорпорации поставило перед нами задачу одной из программ, это создать соноаналитический центр, который позволит обеспечить принятие четких, взвешенных, быстрых управленческих решений, который даст руководству госкорпорации понимание обо всех ключевых индикаторах и показателей в отрасли, о проблемных моментах, и обеспечить возможность своевременного принятия, пусть даже не до конца хороших для кого-то, но оперативных решений, которые позволят качественно и в срок выполнять те задачи, которые перед нами ставит руководство страны. Горизонт реализации стратегии мы поделили для себя на три части. Соответственно, долгосрочный до 2030 года мы для себя ставим цель, что как раз должны подступиться в условиях изменяющихся требований к уровню самокоррекции в рамках индустрии 4.0. На среднесрочном горизонте до 2024 года мы планируем достигнуть уровня проницаемости и решить также программные мероприятия в рамках майских указов, в рамках, соответственно, других перед нами стоящих федеральных целей и задач. И в краткосрочном периоде до 2021 года мы должны заложить фундамент цифровой платформы, мы должны достигнуть уровня связности, мы должны внедрить типовые основные базовые информационные сервисы и платформы, которые позволят нам перейти к цифровизации в полном объеме. Потому что сама по себе цифровизация зиждется там на ряде основных направлений. Не сказал отдельно, что без формирования цифрового поколения специалистов перейти к четвертой индустриальной революции, конечно же, нельзя. Поэтому мы планируем вместе с нашими вузами ключевыми развивать программы и внедрять новые технологии, уже начиная с базовых кафедр, начиная с вузов, чтобы в отрасль приходили специалисты, уже заточенные на базовую цифровизацию, понимающие современные средства разработки, внедрения и управления. Без этого, в принципе, невозможно. Поэтому вложение в человеческий капитал, оно крайне востребовано. И на протяжении всего горизонта планирования мы планируем наращивать вопросы формирования цифрового поколения от цифровых специалистов Роскосмоса.